друзья всех приветствую с очередном с очередным прекрасным днем а если быть еще более точным сейчас вечер сейчас 9 часов вечера 20 декабря двадцать первого года и с вами костей Андрей сегодня я решил записать такую третью часть нашего отчета римскому клубу напомню что первая часть первый отчет был представлен в 72 году вторую то есть был представлен с такими проекциями то есть как бы теоретически отчет называется назывался он тогда пределы роста показа это был отчет сделан по заказу по заказу римского клуба соответственно был подготовлен и представлен в течение двух лет этот отчет как доклад то есть тенденции развития мира то есть к чему то есть при таком вот развитии событий к чему это приведет вот в 72 году второй вторая такая дополненная версия этого отчета была сделана через 20 лет то есть анализ вот 72 по 92 год и проверка насколько те события за 20 лет которые происходили насколько они совпадают с теми которые были предоставлены в 72 году и было обнаружено что они очень 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 в малой степени отличаются то есть были сделаны определенные там корректировки так но тенденция полностью совпадал очень и это очень насторожило людей то есть тем самым тем самым с материальной точки зрения подтверждается правдоподобность вот этих вот тенденций далее была третья версия от которую данный момент мы рассматриваем через 10 лет еще и последняя в 2012 году была опубликована так сказать четвертая уже такая завершающая которая дает прогноз до 2052 года так то есть там тоже изложены графики что чего и как но там был один практически автор который вот продолжал это вот дело основным таким я вижу это такая вот третье издание то есть которая дает анализ за 30 лет и есть еще такой момент люди рассматривают такой задают вопрос мол а для чего нам это рассматривать ведь то что вот эти товарищи из мира как сказать из мира властвующих себе думают ну пускай себе и думают а мы себе будем думать другое а к сожалению так не получается потому что хотели бы этого мы или нет но это непосредственно затрагивает нашу жизнь в прямом смысле если вы обратили внимание что все что происходит вокруг затрагивает всех людей хотели бы не этого или нет и как раз для того чтобы понимать что же происходит для этого мы разбираемся то есть я вам скажу так что не интересоваться этим это не решает никакой никакой проблемы никакого вопроса а наоборот человек не может он не имеет возможности для себя спрогнозировать свои действия то есть что мне делать в данной ситуации как я могу подготовиться себя подготовить подготовить там свою семью и так далее к вот таким вот изменениям то есть для этого человеку необходимо знать эти изменения если он не будет знать то он будет как бы только спрашивать кого то куда бежать куда бежать скажи куда бежать на какой необитаемый остров бежать поэтому это довольно полезная такая вещь для того чтобы люди могли разбираться в том что же происходит вокруг ибо каждому человеку дан разум повторяет разум дан не одному человеку там на тысячу или там не власти имущих вот мол они пусть там себе думают а нам скажет и мы будем выполнять нет создатель дал разум каждому человеку для того чтобы он думал и тем более что информация которая по которой руководствуется вот это вот там теневое правительство назовем так как вода назовите не суть важно так вот эта информация доступна а почему она доступна а потому что эти же люди они для себя объясняют себе что они делают благое дело для всех для всего человечества то есть они как бы вот спасители мира и поэтому типа им нам скрывать нечего то есть мы предоставляем всю информацию также как допустим о тех же вакцинах то есть мы вам говорим да это вакцины экспериментальные да да мы не отрицаем мы же не не пытаемся обмануть вас что это типа испытанные проверенные мы вам говорим вот так вот и есть более того мы даже вас спрашивал вас подписаться в том что вы как бы вы знаете на что вы идете так же как мы не скрываем там что есть побочные эффекты да есть ну вот процент там незначительный но есть факт есть есть мы не отрицаем этого а то что если это происходит с конкретным человеком то ему абсолютно нет дела до того явился ли он одним из там десяти тысяч таким счастливчиком или же из ста тысяч для него это абсолютно никакой разницы потому что это непосредственно коснулось его его лично его жизни жизни его родных и близких да но то есть но вся информация практически вот доступна то есть кто желает может изучить все изложено все доступно всем людям никаких нет секретов вот сегодня я вам постараюсь предоставить такую информацию по вот этому вот отчету римскому клубу сегодня будет такая часть третья вот этого рассмотрения и я вам попытаюсь объяснить что тот отчет который был представлен он действительно вот как в том в том виде что он представлен он очень прогрессив я ранее упомянул уже в предыдущих частях о том что этот отчет очень напоминает Карла Маркса труд капитал и что рассмотрение происходит чисто на материальном уровне вот то есть в данном случае вот и называется что пределы роста то есть почему есть вот есть пределы роста то есть рост не может быть бесконечным и в каком случае этот рост может происходить то есть все это рассматривается я уже ранее говорил о том что это труд очень так сказать хорошо подготовленный то есть люди занимались этим действительно серьезно и детально прорабатывали так вот я здесь некоторые пометки сделал чтобы вам не читать 342 страницы отчета такие как бы основные моменты так вот в данном отчете изложены три простых правила которые позволяют определить пределы устойчивости для системы то есть людей беспокоит о том насколько система устойчива в своем развитии то есть чтобы она не пошла то что называется в разнос а в разнос она может пойти тогда когда здесь рассматривают такие два вопроса есть истоки а есть истоки здесь рассматриваются истоки это как те которые производят источники то есть это ресурсы а стоки это куда эти отработанные ресурсы они идут и уже система их перерабатывает и вот если они сбалансированы то есть если приход сбалансирован с расходом то тогда система может существовать долгое-долгое количество времени так а вот когда они не сбалансированы когда например истоков то что называется то есть то что расходование превышает возможности утилизации вот тогда идет накопление вот тогда это ведет соответственно к проблемам то есть переизбытку вот это вот то есть нет возможности утилизации и вот экономист такой Герман Дейли он осматривает значит три таких момента три таких правила рассмотрения по устойчивости системы то есть посмотреть насколько земля является тем то есть в устойчивом состоянии она находится своего развития либо же она начинает выходить за пределы и тогда она становится в неустойчивом состоянии соответственно это грозит катастрофой здесь рассматривается три таких понятия первое понятие это возобновляемые ресурсы куда относятся почвы, воды, леса, рыбы то есть все что вот как бы происходит от земли от нашей планеты которая рассматривается опять как конечный конечный продукт то есть оно не берется в том количестве чего нету на планете Земля так то есть это возобновляемые ресурсы ну например там рыба то есть рыба если рыба например отлавливать и она возобновляется то это возобновляемые ресурсы если же количество отловленной рыбы превышает запасы то соответственно запасы уменьшаются и ресурсы уменьшаются то есть соответственно рыбаки уже не могут ловить столько рыбы как они ловили ранее соответственно идет сбой в дальнейшей системе значит первое это возобновляемые ресурсы и здесь система устойчивости рассматривается насколько вот возобновление этих ресурсов совпадает с потреблениями то есть если потребление превышает восстановление тогда система выходит за пределы устойчивости это первое правило для вот этих вот возобновимых ресурсов так второе это невозобновимые невозобновимые ресурсы сказать невозобновляемые невозобновимые ресурсы сюда входит ископаемые виды топлива руды с высоким содержанием металлов других соединений грунтовые воды и так далее то есть в этом случае так как это невозобновляемые источники то когда они достаются используются как ресурсы то при этом одновременно должно должно должна идти подготовка к другим источникам энергии то есть например если расходуется даже нефть или уголь то должны рассматриваться вопросы то есть вкладывание в развитие других источников энергии там солнечная там плазменная там всевозможных там так называемые фьюженные и так далее метряные то есть и вот когда это должно быть балансирован в том плане что когда заканчивается заканчиваются запасы вот этих вот природных невозобновляемых ресурсов то к этому времени должно уже на полную мощность идти вот эти вот новые источники энергии таким образом будет проходить плавный переход вот и это будет идти в рамках вот этой вот вот как бы вот этого лимита то есть не будет превышать то есть не будет этой разбалансировки так и третье и третье и третье правило это чтобы загрязнения то есть вот это то что достается и то что перерабатывается чтобы загрязнения утилизировались так же в свою все их возможности то есть если утилизация будет недостаточная то соответственно вот эти вот отходы они будут накапливаться и система будет выходить за вот эти вот пределы то есть вот рассматриваются абсолютно реальные моменты но опять же это все происходит по материальному то есть здесь нет во всем отчете никакой духовности нет абсолютно и это необходимы условия для того чтобы это сделать возможным к описанию именно посчитать калькулировать вот дальше написано недопустимо вести любую деятельность вызывающую истощение возобновляемых запасов переполнения загрязнениями стока истощения невозобновимых невозобновимых ресурсов без создания ему равноценной замены в виде возобновляемого ресурса рано или поздно ее придется прекратить так то есть отчет очень серьезный и я вам хочу сказать что его людям необходимо знать для того чтобы для себя иметь картину что будет происходить потому что вот эти люди мира так сказать которые владыки мира назовите это так они как раз этими руководствуются то есть вот эти задачи стоят перед ними и они на себя берут ответственность потому что это они располагают теми ресурсами для того чтобы это решать так также рассматривается вот какой интересный вопрос так а часто бытует такая точка зрения что для того чтобы обеспечить равенство всех ну то есть чтобы была справедливость для этого нужно чтобы не было бедных наверное слышали то есть что вот нужно бороться с бедностью так а для того чтобы бороться с бедностью нужно поднимать производство то есть увеличивать производство то есть такое как бы логичное да оказывается что это не так а почему потому что бедность как бы это ни звучало она я сейчас вам сначала скажу а потом объясню почему бедность порождает бедность скажу ну это же нонсенс как это так и вот здесь объясняется логично абсолютно почему дело в том что и кстати говоря они обнаружили то есть есть приведены все графики по разным странам что в промышленно развитых странах где-то рождаемость то есть количество там детей которые рождаются все время падает и в значительной степени отличаются от стран скажем так с низким уровнем промышленного развития и вот и вот они как раз анализируют почему это происходит а потому что в промышленных странах женщина она стремится участвовать в этом промышленном производстве то есть женщины работают пытаются там себе найти место под солнцем быть равными с мужчинами и так далее а в странах с низким уровнем развития у женщин такой возможности нет поэтому как правило женщины находятся с детьми дома и работает там один член семьи вот и поэтому задача женщины это смотреть за домом за хозяйством и таким образом в этих странах как правило большие семьи потому что как бы когда они растят детей тем самым это как бы является их ценностью и далее как раз приводится вот что что в бедных странах там где вот как раз бедность то в этих странах как раз и растет количество населения и там графики приводятся как правило геометрической прогрессии а чем больше населения тем для того чтобы обеспечить население нужно также геометрической прогрессии развивать производство оно не развивается потому что это страны с очень низким уровнем развития промышленности соответственно чем больше людей в стране рождается тем то есть большее количество людей при низком уровне производства получается больше и больше бедных людей то есть тем самым бедность порождает бедность и это вот как раз здесь четко изложено в данном отчете то есть они указывают что задачей для того чтобы занизить уровень рождаемости потому что в данном случае идет геометрический рост и это как раз опасно тем что когда неконтролируемый вот такой вот рост то он приводит действительно к катастрофе и здесь также приводится в отчете такая аналогия с теми же лилиями когда вот они растут в пруду и каждый день как бы появляется новая лилия то есть одна лилия порождает вторую потом каждая из них порождает также очередную то есть из двух четыре дальше восемь и так далее и там говорится что через по моему если не ошибаюсь двадцать девять дней с момента вот первой лилии заполняется пол пруда там данного пруда по количеству этих лилий и вот а когда заполняется вторая часть пруда ровно на один день то есть разница между тем количеством людей которые как бы могут жить на планете земля на определенном уровне развития и тем количеством которое превышает значительно те возможности производства вот эта вот разница она очень резкая и она происходит вот таким вот образом то есть она при геометрической прогрессии это происходит в очень-очень короткое время то есть там нету никакого времени для размышления как быть там уменьшение населения и так далее то есть необходимо принимать кардинальный мир кстати говоря если кто смотрел фильм инферно по моему вот там как раз и рассматривается этот же вопрос по геометрическому росту населения земли так то есть в этом отчете представлено что растущая нищета ведет к росту населения оно в свою очередь к дальнейшему росту нищеты но тогда уменьшение нищеты приведет к замедлению роста населения что в свою очередь приведет к дальнейшему уменьшению нищеты то есть вот такие такие выводы как раз рассматриваются то есть графика очень много и вот очень важным вопросом в этом отчете самым самым главным вопросом является это численность населения здесь так отмечается тем не менее определяющими мы считаем процессы роста численности населения и промышленного капитала именно они ответственны за выход мирового сообщества за пределы именно на них мы и сосредоточимся численность населения и промышленный капитал в современном обществе играют роль генераторов экспоненциального роста другие факторы например производство продовольствия использование ресурсов и выбросы загрязнений имеют тенденцию к экспоненциальному росту не потому что они сами себя производят а вследствие того что их к этому вынуждает рост населения и капитала также рост населения и капитала генерирует рост экологической нагрузки и так будет продолжаться до тех пор пока не случится радикальное изменение в потребительских привычках и не наступит существенный рост эффективности использования ресурсов да то есть где дальше представляется рост численности населения земли то есть целая такая глава вот то есть я вам рассказываю об этом отчете для того чтобы вы для себя поняли что эта проблема она хотели бы люди или нет или просто хотели бы закрыть глаза сказать это нас не касается пусть там где-то решают или же кто-то говорит а земля может выдержать сколько угодное количество людей типа все рассосется и так далее нет а почему почему не рассосется и почему самое интересное почему вселенная вот этот создатель бог аллах и так далее почему они позволяют чтобы это произошло ведь наверное вы знаете слышали что без без позволения создателя ничего не может произойти даже никто дыхнуть не может так почему же создатель позволяет вот это все творить почему создатель позволяет рассматривать вопросы сокращения численности населения и вот сейчас я вам скажу даже уже выходя за пределы материального мира а потому что люди живут не задумываясь над тем для чего они живут в этом случае создатель задает абсолютно разумный вопрос сам себе и этим же творением но если вы живете не зная для чего вы живете а просто для того чтобы там ходить в магазин чтобы ходить в магазин ходить на работу чтобы ходить на работу там спать ложиться то есть чтобы отдыхать и вот такой у вас круга оборот опять для того чтобы там ходить на работу и так далее при этом еще воспитывать детей которые опять же должны с вами же как те папы Карла встраиваться в этот же кружок то это не является смыслом абсолютно жизни это просто проедание ресурсов и в этом случае человечеству дается такое вот напоминание о том что ему необходимо самому задумываться для чего вот он конкретно человек пришел в этот мир с какой целью и каким образом человеку дать задумываться для этого хотели бы люди или нет эту роль отводится палачам всегда во все времена вот как те времена дальние был палач который отрубывал головы и все говорили ой такой нехороший он же такой вот мясник и так далее но никто не мог без него то есть те кто принимает решение им нужно чтобы кто-то выполнял точно так же как те же времена второй мировой войны те же допустим немцы фашисты они же были такими же палачами которые точно так же выполняли те деяния которые заказывали не только фюр точно так же вот это рассмотрение оно было еще до того как фюрер пришел к власти то есть люди задумывались как же как же быть как же сделать систему с ограниченным количеством людей чтобы якобы всем было хорошо я уже рассказывал в предыдущих частях о том что аналогичным образом Карл Маркс писал капитали то есть развитие человечества каким образом сделать так чтобы всем было хорошо и то что называется от каждого потребностям от каждого от каждого по возможностям каждого по потребностям вот поэтому фюрер своими вот палачами он выполнял просто то указание которое ему давали давали там разными путями для этого если будет желание я вам расскажу как же сделать так чтобы определенные люди были палачами и выполняли вот ваши деяния для этого нужно просто сыграть на их чувствах дать им свою значимость сказать что вы же выше других и все поэтому вам остальные должны покориться и вот они будут теперь вот этими лидерами рицами будут расчищать на своем пути будут вот этими вот палачами вот но гитлер как бы не выполнил возложенные на него миссии как бы это ни звучало а но вселенная на тот момент дала огромный урок людям если кто знает что после войны очень много людей переосмыслили то как они жили до этого когда они все потеряли абсолютно все это это является хорошим уроком как бы это ни звучало так задавайте вопросы в клоке есть чего есть но я говорю как раз разум там каждому поэтому интересуйтесь пользуйтесь потому что у вас на то есть сейчас возможность в дальнейшем такой возможности может и не быть так же как например я людям говорю прежде чем вы делаете какие-то уколы в ваших интересах разобраться в этом что же что же вы принимаете и поэтому не верьте никому даже не зависит от того врачи вы не врачи вы там механики или кто-то еще это в вас вводится данный препарат который вам необходимо знать а что же там туда вводится разберетесь все вы счастливы вы совсем разобрались вы знаете что это такое пожалуйста но если вы не разобрались или вы не желаете разобраться ну тогда это ваша жизнь вы решаете как вам ее прожить какие вопросы задавайте с вами всегда Бонарий Рыбин всего доброго до свидания с Богом